всем добрый день господа всем добрый день из москвы прям вдогоночку второе видео просто сегодня вышло как раз одно видео один ролик вышел на тему правильных видов в мсфс а конкретно в боинге но это относится и к другим самолетам потому что виды надо настраивать те виды которые представлены в мсфс и по дефолт и которые нам предлагают разработчики самолетов по дефолту они очень далеки от реальности летать с ними очень сложно потому что если вы летаете с дефолтным видом соответственно у вас меняется сказать отображение всего что происходит наружи меняется перспектива вам неудобно и соответственно ну очень далеки от реальности как это все выглядит в реальном самолете и скажем так эта проблема мсфс а потому что они не смогли передать масштабы они не смогли передать нормальный зум в симуляторе но также эта проблема и разработчиков самолетов конкретно пмдг я еще до выхода до выхода пмдг сказал что пмдг обосрутся с геометрии как пита и они обосрались геометрии как пита потому что в том дефолтном виде какой нам подсунули скажем так до плюнув просто взяли и подсунули такой дефолтный так это в самолете не выглядит и пмдг прекрасно понимали что только в таком виде в дефолтном как бы геометрия еще более-менее как-то правильно смотрится но нам что важно нам нужен реализм и нам нужно то подойти вплотную так тому что видит пилот из кабины самолета у нас в цель в этом в реализме да а то что дают пмдг то что дает симулятор это полная херота так вот давайте откроем ролик сегодняшний естественно не буду его проигрывать я да еще прошу прощения там много работы очень голова забита я написал что там 4 мая на выпустил денис сергеевич ролик по поводу там пмдг и там как раз вам скользко коснулся настройки вида в самолете естественно это июнь 4 июня да ну может посмотреть этот ролик поймете о чем речь так вот я предполагал что будет вот такой вопрос тут написал пользователь под ником игре горе круто конечно блин ну блин как прийти к такому виду и от чего отталкиваться у меня на эту тему был уже ролик там на примере md80 я показывал как делается вид нормальный более-менее в мсфсе и второй ролик у меня есть по фиксации камеры основной да тоже можете найти на канале это все есть теперь давайте перейдем в кабину самолета и перейдем дефолтный вид один момент вот таким образом пмдг нам предлагает летать в кабине боинга 737 ну наверное многие знают я уже и говорил и где-то даже надо будет ролик у меня где-то на старом на старой камере были ролики из кокпита пмдг 737 800 причем реального самолета с места квс вот и соответственно с тренажера 737 не дримаэра реального тренажера то есть full flight вот но я их поищу это было много лет назад постараюсь найти и выложить ну ладно суть не в этом суть то что когда я так сказать присутствовал в кабине вид вот такой да он был не такой он не такой я когда садился у меня роста метр девяносто два я видел реально нос самолета когда садился в кабину и даже с учетом того что я максимально опускал кресло и все равно видел этот мозг денис сергеевич насколько я понимаю ростом ниже меня сантиметров на 15 и он тоже видит нос самолета давайте перейдем к тому как прийти к реалистичному виду в пмдг 737 я думаю что и другие самолеты вы виды точно также сможете настроить что надо сделать опять же ориентируясь на тот ролик который выпускал по камерам у всех мышки я думаю с отсечками на колесике да то есть сумму можем регулировать отсечками там раз-два-три раз-два-три и как надо выставить вот можно это сделать через меню симулятора но это долго и будете очень долго подбирать это неудобно так вот делаем три отсечки назад одна отсечка две отсечки 3 отсечки отодвинулись и теперь клавиши которые у вас вперед придвигаемся по мдг до того момента пока вы не увидите но самолета немножко прикрытый дворником вот так настраивайте камеру чуть ниже чтобы вот этот обрез у вас примерно был на середине вот этой панельки под pfd н.д. вот таким образом и теперь фиксируем камеру и вот мы получаем более-менее до реалистичный вид в кабине боинг 737 800 в принципе это даже немножко вот так выглядит подальше даже подальше но я пришел компромиссу то есть мне нужно лучше ведь прибор поэтому немножко подвинулся на самом деле это вот так выглядит в реально в реальном самолете к садишься кабину с моим ростом во всяком случае вот этот тоннель вот почему я сказал о говенной геометрии pdg вот эта панель она находится у тебя буквально то в 15 метрах над головой чуть справа ты практически и касаешься на хрен понимаете и вот почему сказал плохой геометрии здесь вообще пропорции абсолютно не соблюдены в пмдг но тем не менее если мы хотим летать более-менее чтобы вид хотя бы вперед у нас был более-менее реалистичный мы ставим вот такой вот вид все да у меня нас назначена клавиши для того чтобы видеть вот эту панель все потому что в самолете ты не видишь и рада голову наклонять на кто был на дрима и рад те меня поймут вы когда садитесь даже даже в дрима и хотя там есть небольшие косяки во все равно приходится наклоняться вот сюда что вот это увидеть или отодвигаться назад до отодвигаться назад чтобы вот взять и вот так вот посмотреть там отодвинулись посмотрели вот ориентируйтесь на то что представьте что у вас рука правая да и вы можете спокойно дотянуться вот этих переключателей вот до этих вот до этих вот такой вот вид правильный он не идеальный то есть он не прям один в один как самолете но он очень близок тому что видит пилот это не мои слова как бы можете посмотреть предыдущий ролик и об этом говорил очень много раз я пытался летать с дефолтными видами вот но в итоге все она летаю как так это должно быть и теперь пару слов об фс реалистики я думаю что когда-нибудь какой-нибудь пилот все-таки всю эту херобору запустят на своем компе думаю что денис сергеевич ну вдруг друг он захочет это проверить хотя сомневаюсь конечно вот но если он поставит этот фс реалистикой любой другой пилот он скажет блять сибиро в охуели что ли вы чего вы где такой вообще видели ребята ну блять ну серьезно хотите нормально летать отключайте нахуй этот фс реалистик потому что это это настолько же близко к реальности как я блять к марсу понимаете или любой из нас к марсу это вообще ничего общего с реальностью не имеет более того я вам просто рекомендую в general options зайти в раздел камеры задел раздел камера и вот здесь вот нахуй отключить камера шейк есть еще один способ отключить еще и небольшие завалы камеры при поворотах самолета это все надо отключать если вы хотите более-менее нормально летать фс реалистик мало того что передает абсолютные реалистичные движения в кабине так он еще и портит вам посадки взлет и все остальное поэтому я знаю сейчас многие тут бомбление начнется мне нравится так хорошо блять хотите реальности отключайте фс реалистик как бы это странно не казалось у вас реалистик вам убивает реалистичность и весь разговор вот какой такой ролик думаю что был полезен как настроить вид в кабине по мдг 737 увидимся увидимся сегодня на стриме надеюсь вечером все не знаю там будет или полет или мы отключимся немножко на вк play вот ссылочка будет на мой канал на вк play в описании там другие игрушки играем отдыхаем от полет потом можно перегореть когда очень часто летаешь все увидимся не болейте хорошего рабочего еще на неделе пока пока